добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы и вот в данном видео хочу рассказать о способах управления печью казачка на данный момент еще не все пользователи поняли как правильно управлять печью управление в принципе не сложное но она подразумевает определенные последовательность и эта последовательность начинается с самого простого когда мы приходим у нас печь холодная мы первую очередь конечно должны дать для горения большое количество воздуха мы открываем нижнюю подачу зольник это подача воздуха через колосник через классных идет подача воздуха и понятное дело печь быстро набирает температуру и интенсивно прогревается дымоход первая задача у нас это прогреть дымоходы без дымохода без горячего дымохода не будет хорошего набора температуры и понятное дело не будет хорошего Но вот этот момент, когда мы интенсивно даем воздух в топку при холодном дымоходе, у нас может в обратную выходить дым. И вот эти наши регулировки, это у нас подача воздуха верхняя или подовая, а это подача воздуха на дожиг, газов, на дожигатель. И вот в этот момент, когда у нас дымоход еще холодный, отсюда может вырываться дым. Поэтому он закрывается на период, когда у вас еще не погорелся дымоход, когда еще недостаточно тяги в печи. Как только печь устойчиво заработала, загудела, обязательно нужно открыть подачу воздуха на дожиг, газов. И не закрывать его больше вообще, до тех пор, пока печь не потухнет. Дальше уже ваше дело. Можете закрывать, можете не закрывать. Но, это самый главный принцип. Без вот этого воздуха мы не можем вам гарантировать, что у вас не будет засаживаться дымоход. Что у вас будет чистое горение, что у вас будет полный отбор тепла печью. Почему? Потому что воздух, проходя, когда у нас в топке идет активно выделение газов, горючих газов, они все не дожигаются. Часть их стремится унестись вверх в дымоход. И вот здесь как раз мы и встречаем, подаем воздух через канал. Здесь у нас целиком канал, который прогревается, поэтому у нас воздух идет теплый на дожиг. Он идет у нас вот в этот колпак. Сюда же заходят дымовые газы, сюда же и заходит вторичный воздух. И идет активный дожиг. Вот этот дожиг, когда происходит, уже тогда в дымоходе сажи не будет. И температура дымохода сразу в разы падает. Просто в разы. Не там каких-то 10, пожалуйста. А мы сравнивали, что печи, которые идут прямого горения, у них дымоход раскаляется там 400-500 градусов. У нас дымоход 170-200 градусов максимум. Это предел, что... Но это опять же при подаче воздуха. Поэтому никогда не путайте. Как сказал один пользователь, что это верхнее горение. Это не верхнее горение, это тоже газов. Верхнее горение у нас находится на дверце. В верхнем горении мы можем его хоть все время держать открытое, чтобы у нас воздух и отсюда шел, и отсюда. Потому что вот это вот позволит нам еще держать стекло чистым. Потому что воздух заходит по над дверцей, вот через вот эту щель и обдувает стекло. Стекло обдувается, и у нас стекло становится чистым. Плюс тому, что если у нас печь набрала хорошо температуру, и у нас уже дальше не нужно роста температуру, мы закрываем, или чуть-чуть отставляем открыто, или полностью закрываем, и держим открытым верхнее горение. Верхнее горение позволяет поддерживать мягкое тепло в печи, и позволяет работать парогенератору. Потому что если мы закроем все, горение прекратится, и как кто-то говорит, что я вот только на одном подаче воздуха для дожиха поддерживаю тепло, этого недостаточно для того, чтобы работал качественно парогенератор. Все-таки нужно давать воздух для верхнее подовое горение. Колосники уже через них ничего не идет, мы воздух даем сверху, и она мягко, постепенно, медленно все это горит. Дожих все время остается открытым, все время. Никогда его не нужно закрывать. Почему? Потому что это ваше все. Это ваша экономичность, это ваша сохранность дымохода, потому что если дымоход будет работать, там 500 и бывает даже иногда разогревается так, что и 600, а при воспламенении сажи, там может быть и 1200 температура. Конечно, эти дымоходы сразу приходят в негодность. Поэтому, чтобы этого не было, самое главное, обращайте внимание, чтобы у вас постоянно дожих газов имел доступ, чтобы у вас заслоночка была открыта. Верхнее горение, можете его все время держать открытым, можете его закрывать, в зависимости от того, как вам удобно. Знаете, что верхнее горение, это мягкое вторичное горение, чтобы у вас печь не уходила в те режимы, которые вам не нужны. И самое главное, это еще, чтобы стекло было чисто. Вот такие вот несложные, совершенно несложные, но самое главное, чтобы вы поняли, что за чем ведет. Что для прогрева печи, для прогрева дымохода нам, возможно, придется закрыть заслонку. Но как только прогрелся дымоход, заслонка для подачи воздуха для дожиха должна быть открытая. Вот это вы должны себе уснуть. Пока у меня все. В следующем видео расскажем еще и об установке печи в казачьем. Субтитры сделал DimaTorzok